Всем привет! Это канал Шумофото. Я Шумов Денис. Сегодня поговорим о том, что лежит у меня в рюкзаке. Глядя на то, что лежит у меня на столе и на сумке, которые лежат под столом, сложно представить то, что это помещается в какой-то рюкзак. В принципе, в этом есть необходимость каждую съемку. Конечно же, нет. Есть стандартный набор, который используется практически на всех съемках. Все остальное это уже какие-то дополнительные истории, которые необходимы уже под специальные какие-то задачи на съемках. Сегодня получится, я думаю, такой достаточно объемный выпуск. Постараюсь рассказать практически обо всем, что лежит у меня здесь и для чего вообще это необходимо. Погнали! В первую очередь, по-моему, кто-то спрашивал даже меня, какие у меня есть сумки, рюкзаки. Поговорим об этом. Я использую несколько вариантов под разные задачи. В том числе, кстати, у меня есть и обычный рюкзак, вообще не связан никак с фотографией. Но, на мой взгляд, он максимально интересен, если снимать какие-то небольшие мероприятия. То есть, он не привлекает особо к себе внимания, как фоторюкзак и достаточно компактный. То есть, его я не буду показывать. Это может быть самый ваш любимый удобный рюкзак. Но все остальные, конечно же, это специализированные рюкзаки. Основной рюкзак, который использую, это National Geographic. На мой взгляд, это супер классный и удобный и прочный рюкзак. Так, верхняя его часть, она сделана из кожи. И она, помимо декоративного какого-то смысла, еще и защищает от дождя. Чем отличаются рюкзаки, используемые фотографами? Конечно же, это удобство быстрого доставания каких-то фотоаппаратов и оптики. Множество каких-то кармашков, естественно. То есть, в этом рюкзаке можно поместить внутрь в отдел специальный лэптоп какой-нибудь, ноутбук небольшой. Ну вот у меня 13 миллиметров и, в принципе, он свободно туда помещается. Также куча дополнительных всяких кармашков, которые можно положить. То есть, допустим, там жесткий диск, я использую сандиск, вот такой вот небольшой на 2 терабайта. И, допустим, положить какой-нибудь еще маленький кармашек для SD-карт, переходник. Есть также основное отделение, в которое очень быстро можно залезть и, допустим, туда я кладу камеру, туда я кладу какой-нибудь объектив. Можно положить одну вспышку, годекс. И, к примеру, какой-нибудь синхронизатор еще можно положить. Дальше основное отделение, еще одно внизу, где, в принципе, у меня помещается вторая камера. Я использую камеру R, как вторую запасную. И можно, допустим, еще положить сюда два объектива в каких-нибудь чехлах, как вариант. Это вот такой вот первый, основной, можно сказать, рюкзак, который я использую на всех съемках. А сверху есть еще маленькие такие кармашки. В них я кладу, как правило, зарядные устройства, аккумуляторы. Кстати, по поводу аккумуляторов я рекомендую использовать родные аккумуляторы, потому что они более такие надежные и бесперебойные. Но главное, их должно быть несколько. То есть, у меня есть четыре аккумулятора для камеры и три аккумулятора для вспышки. Три аккумулятора для вспышки года, кстати, их хватит, мне кажется, если вы будете просто поливать безостановочно даже дня на два. Естественно, нужно иметь зарядные устройства. Желательно не одно. Даже для вспышки лучше брать с собой на съемку зарядные устройства. Я молчу уже про камеру, потому что если снимать очень много, если снимать с яркостью экрана выше среднего, то аккумулятор достаточно быстро разряжается на камерах. У меня конкретно камера, как вы можете знать, Canon R6 основная. И на ней, естественно, при работе по экранчику очень быстро разряжается аккумулятор. Ну, в среднем хватает, наверное, на 2500-3000 кадров, мне кажется. Следующий фоторюкзак, который я давно на самом деле не использую, но он весьма удобный и такой прям тоже надежный, практичный. Это фирма Кулман. Если я неправильно произношу, не обижайтесь. Это тоже фоторюкзак. Он достаточно такой классный из-за того, что он дышащий. У него также есть всякие потайные там кармашки, в которых лежит чехол на случай дождя. Он абсолютно никак не съедает пространство, но, тем не менее, это очень удобная как опция. В случае, если пошел дождь. То есть он классно настраивается, много всяких лямок, специальных прибамбасов, вот таких сбоку, на которые можно также там что-то цеплять. Можно цеплять штатив какой-нибудь. Например, вот я его брал, этот рюкзак, в поездку. И я очень люблю в поездке брать такие вот треноги. Они классные тем, что они вот так вот гнутся. И, в принципе, их можно повесить куда угодно, на какое-нибудь дерево, столб или просто поставить. Она выдерживает камеру, в принципе, с средним каким-то объективом. Но я думаю, в принципе, даже и 70-200 при желании выдержит. Вот, соответственно, можно его сюда положить, прикрепить. И это очень удобно. Относительно того, что внутри, здесь несколько отделений. То есть первое маленькое отделение, в которое можно также положить какие-нибудь зарядки для ноутбука, для, в принципе, всех необходимых устройств. Достаточно такое, ну, емкое отделение. Маленькое еще одно отделение. Честно, не знаю, как его можно использовать. Ну, в принципе, каждый под свои задачи как-то. Второе отделение, оно очень большое тоже. Сюда можно положить и ноутбук. Хотя здесь есть еще одно, я вот четвертое про него забыл сказать, отделение, как раз для ноутбука. Сюда можно положить любые плоские какие-то истории. Можно положить сюда, допустим, компактный софтбокс. Выглядит эта история так, соответственно, есть у нас монопод маленький, который я больше всего люблю использовать, если я снимаю с моноподом. Хотя в последнее время я снимаю просто со вспышкой в руке, но тем не менее. То есть вот у нас есть такой монопод. Компания, в которой я его покупал, называется Поиск Фото. Там же я покупал и софтбокс. Маленький, компактный, 30 на 30. Ну, допустим, можем сюда это положить. Плюс нам понадобится какой-нибудь еще схема для крепления самой вспышки. То есть обычно это такая вот штучка, куда вставляется вспышка. Соответственно, то, к чему она крепится. И желательно, чтобы это была гибкая такая головка. Ну, допустим, мы можем это сюда еще положить. Запасную какую-нибудь кинем. Ну, и сам софтбокс представляет собой такую конструкцию небольшую, которая очень компактно складывается. Это крепеж, он же называется Bayonet. Кладем его сюда. Это у нас диффузор, который, он же рассеиватель. Четыре спицы и вот такой вот маленький 30 на 30 с еще одним встроенным таким внутрирассеивателем. Софтбокс. Как и говорил, фирма Поиск Фото, это наш производитель. Они сами их делают. Очень классные ребята. И очень-очень давно уже этим занимаются. Ну, как вы видите, можно это легко сюда положить. И, собственно, перейдем к следующим отделам, которые здесь есть. Это основной отдел, в который помещается, естественно, фотоаппарат, ваши вспышки. Сюда можно поместить эти все истории. Они меняют свое положение. То есть вы можете положить, разложить так, как вам удобно. То есть, вот, допустим, две камеры может поместиться уже с объективами. Может поместиться две вспышки. И, допустим, еще два дополнительных объектива. Итого четыре объектива, две камеры, две вспышки. Еще раскидать здесь какие-нибудь мелочевки. Также сюда можно положить, вот здесь отдел даже нарисованы прям SD-карты, компакт-флэш, какие хотите, какие вы используете. В общем, зарядное устройство, все что угодно. Супер вместительный рюкзак. И четвертое отделение, как я уже говорил, это для лэптопа, для ноутбука. Конечно же, огромное количество есть в запасе всяких там чехольчиков. Все это такая штука, на самом деле, прикольная для хранения. Максимально объемная для использования в каких-то рюкзаках и чемоданах. По той причине, что она просто занимает место, как бы. Что я предпочитаю брать на съемке? Конкретно я предпочитаю брать один чехол для вспышки, потому что я его вешаю на пояс. И предпочитаю брать два чехла на ремне для объективов. Смотрите, как эта вся история выглядит. Все очень просто. Компания FingTank, на мой взгляд, один из самых классных производителей всяких таких вот чехольчиков. Желательно брать чехольчики такого среднего универсального размера, в которые будут помещаться практически все объективы. Вот, например, если взять 70-200, то он спокойно сюда помещается и, в принципе, и чехол выполняет свою какую-то функцию. Чем они еще классные? Они классные тем, что есть вот такие вот затяжки, соответственно, если идет какой-то дождь, что-то летит, можно затянуть. Плюс есть внутренний кармашек, которыми постоянно пользуюсь. Сюда я, например, могу положить теплый фильтр для вспышки, который используется, если я хочу компенсировать какое-то освещение, допустим. И чтобы картинка по балансу белому была чище. Также мой маленький лайфхак, который использую, я люблю брать матирующие салфетки, покупаю просто в Яндексе. И это, на самом деле, очень классная опция, когда у человека, допустим, блестит лицо. Возможно, оно блестит у меня сейчас, но я их покупаю не для себя. И, соответственно, вы предлагаете это той же невесте на съемке. И, поверьте, это очень классная опция, это оценят по-любому. И, ну, в принципе, мало кто так делает. Также дополнительные карманы на внешней части чехла. Что я делаю обычно? Я туда раскладываю аккумуляторы. Причем есть очень такая классная тема. Когда вы в запаре в какой-то что-то снимаете, можно забыть о том, какой аккумулятор, допустим, разрядился. Что мы можем сделать? Мы просто переворачиваем ее, допустим, внутренней частью наружу. И таким образом я понимаю, что этот аккумулятор уже использован. Ну, это максимально классно, потому что вы можете, в принципе, на ощупь понять, какой аккумулятор заряжен, а какой нет. Ну, также я кладу для вспышки сюда аккумуляторы. То есть, вот использую родной, также, фингтанк фирмы ремень, поясной ремень. Он имеет много отсеков, отделов, на которые я также прикрепляю вспышку. Хотя она годекс, чехол, но отлично подходит, на самом деле, и для этого ремня. Они очень надежно держатся, я не буду отклеивать, но поверьте, то есть, что бы вы туда ни положили, сколько бы это ни весело, чехол от ремня не отклеится. Также я периодически использую такой вот, так называемый, спайдер. Это ремень, весьма такой удобный, тоже надежный. Я его заказывал на американском сайте, так и называется, спайдер. Чем он хорош? Тем, что у него есть возможность снимать как с одной камерой, так и с двумя. Очень, 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 еще раз, очень надежные системы крепления, которые с фиксаторами. И, в принципе, камера супер прочно держится на поясе, никуда не денется. Также ребята продумали вот такие вот шестигранички, которыми можно удобно закручивать камеру, соответственно, прикручивать камеру к крепежу. Здесь такие пазики, куда она вставляется, вы ее фиксируете, и она у вас на поясе, ну, как бы надежно крепится. То есть, вы немножко такой, получаетесь, как ковбой. Это очень история хорошая для съемки с двумя камерами, на мой взгляд. Помимо прочего, есть еще несколько приблуд, назовем так. Одна, это ремень плечевой для использования одной камеры. Я его не использую, я, в принципе, не очень люблю плечевые ремни, ну, как минимум, потому что мнется одежда. Во-вторых, это немножко дает какой-то такой перекос, ну, в целом, когда снимаете в рубашке, это, мне кажется, не очень красиво, не очень удобно. Но штука классная, кому-то может подойти, вот я как-то пробовал. Также здесь система такая крепления, достаточно надежная, прикручивается, ваша камера никуда не денется. Но основной, наверное, недостаток, что, когда она висит на поясе вот здесь, и ремень болтается, есть шанс того, что вы как-то наклонитесь, и камера перевесится, допустим, вперед и ударится об асфальт, например. У меня такое было. Что есть еще интересного, такого больше СБДСМ, конечно, вот, это называется протупея, ее я заказывал у одного фотографа, к сожалению, я уже не подскажу, это было очень давно. И история эта, как вы понимаете, крепится очень таким вот простым образом. И, ну, я не буду до конца надевать, в общем, получается, что есть два карабина, которые прикрепляются с помощью дополнительных таких крепежей, которых сейчас я вам не покажу. Но, в общем, они шли в комплекте. Соответственно, система, ну, на мой взгляд, относительно надежная, но не очень. То есть, есть дополнительный страховочный тросик, который также достаточно щупленький такой. То есть, все, в принципе, сделано классно, красиво, но не по мне. То есть, в целом, как бы, фотограф, который ходит на съемки в протупее, это должен быть определенный такой, мне кажется, выдержанный стиль, который, опять же, индивидуально кому-то подходит, кому-то не подходит. Вот, относительно того, что я еще использую из сумок, хочется рассказать про мой любимый чемодан фирмы также FingTank, AirPod Take-Off называется. Их несколько. В принципе, очень-очень полезная штука в поездках. Он пролазит в ручную кладь. Единственное, что иногда он не пролазит по весу, вернее, он всегда не пролазит по весу, так же, как и периодически мой рюкзак, но рюкзак обычно никто не взвешивает. А вот эту штуку, как правило, взвешивают всегда. И в полном боекомплекте, вот когда я складываю вообще все, у меня бывает чемодан весит там на 14-15 килограмм. Это достаточно много, как вы понимаете, в ручную кладь не проходит. Но все же расскажу о том, что это такое. Очень удобное внешнее отделение, куда, как правило, можно положить ноутбук. Есть такой вот элемент безопасности, назовем его так. Соответственно, вы можете закрыть свой чемоданчик. Вот здесь код из трех цифр. В целом, как опция, прикольно, когда вы приходите на съемку какую-то, и на съемки уже, чтобы там быстренько никто не залез, можно это сделать. То есть, вот есть два дополнительно маленьких плоских кармана, куда можно положить какие-то флешки, документы, то есть, все, что вам удобно. Относительно основной части, выглядит это примерно вот так. То есть, есть основные отделы, которые меняются в зависимости от ваших потребностей. Сюда помещается легко две камеры, 4-5 объективов, одна-две вспышки, синхронизатор, всякие какие-то дополнительные зарядки, аккумуляторы, все, что вам нужно. Плюс, Fink Tank очень продуманная компания, и они позаботились, сделали такой чехол на случай, если будет идти дождь. Но, на мой взгляд, это классно использовать в другой ситуации. Я сейчас объясню, в какой. То есть, помимо того, что это чемодан, помимо этого, сюда встроили лямки, как для рюкзака. То есть, сзади есть реальные лямки для рюкзака, представляете? И, в принципе, вы можете сделать вид, что это не чемодан вовсе, а это рюкзак у вас такой просто объемный. И, соответственно, в этом случае, вы понимаете, когда вы используете его активно и возите где-то, то он, скорее всего, будет испачкан. И вот в этой ситуации вот этот чехол, он очень спасет, естественно, вашу одежду. Так что, такой вот есть вариант. Немножко, возможно, он утолщается за счет вот этих вот лямок для того, чтобы сделать его как рюкзак. Но в то же время это классная опция, особенно если вы любите что-то там поносить на спине, как рюкзак. Итак, на мой взгляд, возвращаясь к теме рюкзаков и чемоданов. Чемодан, естественно, это классно, если вы куда-то едете, берете много какой-то техники, хотите, чтобы она была защищена. И, допустим, понимаете, что в самолете он пройдет вручную кладь. Чаще всего я предпочитаю летать аэрофлотом, и там проблем, как правило, не возникает. Если мы говорим про рюкзаки, то, соответственно, с рюкзаками чуть попроще, но вместительность у них поменьше. Поэтому нужно исходить из того, что вам больше нравится как внешне, так и в плане удобства использования вот именно внутри и эргономики снаружи. Если мы говорим про мое предпочтение, то я отдаю его рюкзаку National Geographic, потому что это стильно, красиво, удобно и уже супер проверено временем. Это надежно. Относительно протупеи, относительно каких-то наперевес, допустим, ремней, мне больше всего нравится спайдер, который на пояс. И также я использую просто обычную камеру, зачастую снимаю на одну камеру, она на обычном своем ремешке. И использую ремень с пояс, с чехлами для двух объективов и для вспышки. Что еще нам может понадобиться на съемках? Очень хороший провод Teaser Pro Type-C для моментальной съемки в ноутбук. Это, пожалуй, один из лидеров рынка вообще и по скорости, и по качеству эти провода, они зарекомендовали себя. Поэтому, если вы видите вот такие вот оранжевые провода, скорее всего, это именно конкретно вот этой фирмы. Всякие бленды различные, как правило, они у меня лежат вот так вот вместе, и они лежат дома, потому что я их использую очень редко. Они не очень удобные, на мой взгляд, когда постоянно меняешь объективы. Есть шанс что-нибудь упустить, скорее всего, это будет линза, просто потому что может открепиться бленда. И все индивидуально, опять же, то есть понятно, для чего это нужно, чтобы не было каких-то бликов. Но зачастую, когда я снимаю, эти блики как-то меня не беспокоят, и, в принципе, их практически нету. Две вспышки, Godox синхронизатор, также Godox, как я и говорил, вторая камера обязательно. Меня удивило, когда я узнал, что некоторые из реально профессиональных фотографов, которые снимают давно и хорошо, в принципе, снимают именно одну камеру, и второй камеры у них нету. Я очень удивился этому факту, по той причине, что, ну, например, вот одна из последних ситуаций, хотя их было уже несколько, когда у меня ломался затвор фотоаппарата. И он ломается в самый неподходящий момент, скорее всего, это съемка. Вот у меня на съемке в Дебае у меня сломался затвор. Я понимаю, что вот эта шторка, она просто там отвалилась, и вот у меня там на полэкрана черные вот эти полосочки появляются. Соответственно, я беру вторую камеру и продолжаю снимать на нее. Это сохраняет ваше нервное здоровье, то есть вы всегда уверены в том, что, если что, вы продолжите съемку на другую камеру. Кстати, я сохранил, хотел вам показать, как выглядит затвор от R6. Я менял его в Дубае, то есть это вот такая вот история, в которой просто обломилась шторка, и она просто вот там себе бегала. Как бы стоимость замены такой обошлась, по-моему, около 40 тысяч рублей. И спасибо ребятам из сервисного центра в Дубае, которые просто максимально оперативно мне помогли с этим вопросом. Что еще может нам понадобиться на съемках? Конечно же, это всякие фильтры, светофильтры, защитные фильтры на объективы, которые просто препятствуют механическим повреждениям. Также есть ND-фильтры, у меня вот есть ND-фильтр, который снимает с 9 стопами, то есть это ND500 он называется. Я его покупал для того, чтобы снимать в дневное время на длительной выдержке воду, водопады, то есть морской прибой. Знаете, когда такая вот прям размытая вода, а все остальное четко. Вот для этого используют как раз-таки, чтобы снимать дневное время, такие ND-фильтры. То есть он очень черный, мне кажется, через него можно смотреть даже на солнце. Также у меня есть несколько фильтров, они просто разные по размеру. Их суть заключается в том, что это такие поляризационные циркулярные фильтры, которые нужны для того, чтобы убирать различные блики. То есть если вы снимаете, к примеру, какие-то там автомобили, бокалы, еще что-то, с помощью таких вот фильтров можно минимизировать вот эти блики. Также они идут, как правило, градиентные. И вы можете настраивать, к примеру, вот чтобы у вас было чуть темнее небо, либо просто у вас какая-то часть в кадре именно была с использованием этого объектива. То есть он идет не по полной своей части, а пополам. Поэтому вы его крутите и настраиваете. Также хочется рассказать про всякие прибамбасы для вспышки. Про это я уже, естественно, рассказывал в видео про съемку со вспышкой. Логично. Вот здесь в комплекте уже просто к годексу идут всякие такие штуки. Я их не прям активно использую, за исключением некоторых. То есть мне нравятся соты для того, чтобы делать более такой узкий, жесткий свет. Мне нравится использовать различные фильтры для того, чтобы компенсировать вот это вот освещение, теплое, холодное, и делать картинку более ровной по цвету. В основном вы можете все это пробовать сами, как вам нравится. Но я использую преимущественно вот эти вот насадки. Одна из них у меня постоянно, как я показывал, хранится в чехле. Это теплая насадка, которую просто, если что, достаю, быстренько накидываю и продолжаю снимать. Есть разные варианты фильтров. Есть фильтры, например, гелевые, есть фильтры просто как пленка. Их можно обычной крепить резинкой. Чем они отличаются? Ну, по факту они отличаются оттенком, цветом. Какие-то дают более чистый цвет, какие-то нет. Лампочки точно так же. Вот накаливание какие-то, они дают более какой-то зеленоватый, желтоватый оттенок. То есть лучше конкретно под ситуацию настраивать, пробовать, чтобы получался более-менее чистый цвет. Также я использую вот такой вот чехол Think Tank для карточек, SD-шек. Туда помещается их штук 10. Ну и есть такая вот классная у меня штучка в мешочке. Это я заказал просто, по-моему, на Озоне. Такой вот кристалл, который помогает добиваться каких-то интересных рефлектов, отражений. Прикладываю просто к объективу. То есть снимая как бы через него, он дает определенные преломления. Интересные, получаются такие необычные кадры. Есть еще такой вот маленький. Он вообще дает прикольные какие-то эффекты. Но с ним чуть сложнее взаимодействовать, потому что он маленький. А вот этот кристалл, он прям по размеру объектива. И теперь, конечно же, в завершение хочется сказать про объективы, которыми я пользуюсь. Основные объективы это 70-200 RF. РФ спасает практически всегда. Он пришел на замену ИФ-объективу 85 мм. То есть 85, кстати, старой версии. Очень тяжелый. По сравнению даже 70-200. Плюс он очень долгий. Несмотря на светосилу 1.2, я его убрал, скажем так, в дальний ящик. И перестал использовать. На камере, на которую я сейчас снимаю это видео, висит 50 мм 1.2 RF. Это объектив, который я тоже очень полюбил. Использую по назначению как портретный объектив. За счет светосилы, скорости и, в принципе, своей легкости. Считаю, что это тоже прям такой must-have объектив. Еще один объектив, который прям 100% вам понадобится при съемке практически всего, в том числе и репортажа, это 35 мм. На мой взгляд, это супер классное оптимальное фокусное расстояние, которое помогает снимать репортаж и даже какие-то групповые кадры, не искажая по краям, не растягивая объекты. 24 мм незаменимый еще один объектив, который я использую для съемки каких-то декора, интерьеров, каких-то широких кадров, развернутых ракурсов. Он у меня EF-серии, и поэтому я его использую с переходником. В целом, если вы используете один объектив с одним переходником, то есть для каждого свой, то проблемы с заменой объективов не возникают. Это очень удобно. Когда я снимал на оптику, где у меня преобладала и EF-серия, и, допустим, 35 мм, как такой основной объектив у меня был уже RF, то мне, конечно, приходилось постоянно вспоминать, где у меня находится на каком объективе переходник. И это усложняло работу, поэтому при переходе, допустим, на парк RF-объективов мне стало максимально проще работать. Еще один объектив, который интересный для съемки каких-то суперразвернутых ракурсов, это 14 мм. 14 мм Sigma при всем при этом он 1.8, и это позволяет снимать в достаточно плохом освещении. Он немножко размывает края, не критичен, то есть в сравнении с аналогичной версией Canon, Canon размывает сильнее, и Sigma зарекомендовал себя лучше. То есть вообще в целом Sigma такие достаточно тяжелые, добротные объективы, которые арт-версии, и он такой из металлического корпуса, здесь даже бленда, по-моему, ну, нет, бленда пластмассовая, но очень добротно сделан. Его я использую, как правило, в архитектурной, интерьерной, ну, архитектуры я, как правило, не снимаю, но интерьерной больше съемки, и когда, к примеру, я снимаю декор, и нужно показать прям вообще какой-то масштаб и растянуть картинку, хотя 24 мм, на мой взгляд, если как бы в него влазит все, лучше снимать на 24, он не так все растягивает, не так искажает. То есть в отличие от, допустим, 16-35, он дает более такой эффект бочки. 14 мм, он просто заваливает углы, и, соответственно, вы можете делать более такой ровный кадр, но в любом случае, если снимать какую-то архитектуру, что-то такое, то нужно использовать тилшифт-объективы, о них это уже отдельная тема, ну, можете, в принципе, почитать об этом. Итак, в целом, вот такой вот наборчик, который позволяет вам реализовывать какой-то набор, даже не минимальных, а, в принципе, набор задач. Естественно, с собой я беру, как правило, это несколько объективов, вспышки. Последнее время я снимаю просто с голой вспышкой, без софтбокса. Если я снимаю софтбоксом, то обычно я зову ассистента, и это уже октобокс, то есть это уже дополнительное еще оборудование, потому что это не все, что есть, есть еще разное дополнительное постоянное освещение, то есть одно из них сейчас используется для съемки, также есть годекс, такая палка для подсветки различными цветами, диодная, то есть в целом для использования ее на съемках, как бы такая тоже классная штука, удобная. Есть еще маленький свет. В общем, каждый для себя должен найти какой-то классный подходящий набор, и в первую очередь важно понимать, что это ваша работа, это ваш комфорт, от которого зависит и результат вашей работы, и качество, и в целом комфорт. Еще я очень хотел сказать о том, что я периодически вижу на съемках фотографов, которые ходят с рюкзаками. Ребят, честно, на мой взгляд, это неправильно, некрасиво, это вредно для спины, и постарайтесь избегать этого, приходя на съемку. Ну, первым делом я спрашиваю, где я могу оставить свои вещи, где я могу расположиться. Я максимально все беру с собой, все, что мне необходимо, стараясь не возвращаться, если только это нет необходимости в каких-то линзах, которых у меня нет с собой. Но обычно у меня три линзы с собой, две в кофрах, одна на камере, этого вполне достаточно. Поэтому не ходите с рюкзаками на съемках, это стремно, честно. Вот, что хочется сказать. Также мне хочется под конец, я очень много читал ваших комментариев, как хороших, так и плохих. Понятно, что у всех разный опыт, многие смотрят видео, и у них возникают какие-то там, возможно, несогласия. Ребят, я за конструктивные какие-то моменты, то есть за какую-то критику, но будем объективные, видео я записываю бесплатно. И эти, скажем так, знания, которые вы можете брать, а можете не брать, это вообще личное дело каждого. Так же, как и смотреть это видео или не смотреть, это личное дело каждого. Поэтому, на мой взгляд, какая-то критика конструктивная принимается, вопросы с удовольствием принимаются. Я постараюсь на них отвечать и записывать чаще видео. Все остальное, ребята, лучше не надо писать, для того, чтобы не нарываться на какую-то грубость. Хотя, возможно, кому-то именно этого и хочется. Всем остальным спасибо. Это был Шумов Денис. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также заходите в Телеграм. В Телеграме я в основном пишу про какие-то свои заметки, возможно, путешествия. Плюс добавляйтесь в других соцсетях, смотрите какие-то работы, вдохновляйтесь. И желаю всем классных, дорогих съемок. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова